Доброе время суток, ребята. Сегодня у нас на обзоре будет игра под названием CosmoMiner. Игра в Telegram, в Telegram-боте. Беремся с интерфейсом, собственно, с игровой математикой и остальными интересными моментами. К тому погнали. Первое, что хочется сказать, игра это у нас по факту пирамида. Да, знаем, что пирамиды довольно-таки хорошо кормят. Если мы в самом начале заходим, на данный момент у игры там чуть-чуть больше, чем 10 тысяч подписчиков. То есть она, собственно, недавно вышла. В игре можно фармить бесплатно, да, но это занимает больше сил. Ну и, соответственно, можно, конечно же, купить там себе итемы получше за тон и зарабатывать больше. Вы переходите по ссылочке и когда заходите, у вас здесь на экране, в принципе, ничего нет. У вас не будет ни корабля, ничего. Первое, что нам нужно будет сделать, это зайти в вкладку внизу справа 4 монетки, да, и здесь сделать задание. У меня пока этих заданий нет, но, тем не менее, делайте там задание, подписывайтесь на телеграм-канал, на ютубчик, на всякую такую фигню. Набивайте 5000 коинов и покупайте себе первую ракету. Ракета приносит вам восьмую тысячную тонну плюс 800 монет за каждых 8 часов. По факту это херня, то есть, ну, типа, очень мало, но, тем не менее, можно забуститься. Займет примерно месяц для того, чтобы раскачать аккаунт и уже нормально именно собирать тон. Сразу по рефералке пройдемся, здесь у нас за каждого реферала дают 1000 монет, ну, и, в принципе, все. Там больше какого-то смысла от этих рефералов нет, кроме того, чтобы получать какой-то там процент от покупок, но он крайне маленький. Цепляет мне эта игра, да, первое, то, что здесь можно бесплатно добывать тон, хотя на вывод нужно один тон намайнить, это первое. Вывод у нас от одного тона, но вывод работает, поэтому здесь, в принципе, все чисто. И второе, это то, что математика построена так, что у вас нету такого, что вы там за 20 дней зарабатываете икс 100, и поэтому проект этот может прожить довольно-таки долго. Давайте перейдем в магазин, еще некоторые вещи вам покажу. От того, что рефералы вам приносят по 1000 монет, да, еще есть такая штука, которая разблокируется из-за того, сколько у вас рефералов. То есть, есть обычные, вот, к примеру, возьмем вот эти вот две банки, да, вот, первая анти-граффити-пэйнт стоит 10 тысяч, это ее можно покупать сразу, да, а дарк-материю можно покупать, если у вас есть уже 10 рефералов. В принципе, чуть-чуть больше монет мы собираем, при этом тут есть еще такая штука, как дюрабилити, то есть, вот, допустим, это дарк-материя, да, у меня будет жить 30 раз, когда я буду нажимать, собственно, на фарм. Видим, соответственно, что у нас есть лимиты, то есть, можно покупать по 10 штук, то есть, они все стакаются за каждый, собственно, вылет вашего там корабля, да, у меня уже, допустим, дарк-материя 2, анти-граффити перед патчем тоже у меня была одна, то есть, у меня еще они держатся, и, собственно, у меня, как вы видите, на загрузочке, да, уже есть профит в 6,7 тысяч монет за один заход, да, до этого он составлял там что-то 800, около. Хорошо, бежим дальше по шопу. Первое, на что я обращу внимание, на банан, банан абсолютно бесполезный здесь предмет, хотя он стоит 5 тонов, да, он дает автофарм, но через месяц вы получите с него профита 0,33 тона, это даже не 2 доллара, то есть, по подсчетам там даже нету 6% в месяц, поэтому банан 100% нет смысла покупать, так же само, как и нет смысла покупать этого автобота, который просто будет автоматически запускать ваши корабли, тоже он стоит 0,5 тона, вы бесплатно играете, отказаться от покупки автобота за 0,5, и если вы платно играете, уже смотреть на корабли от 10 тона и выше, то есть, вот этот вот кораблик за месяц вам принесет 1 тонн, вроде бы не мало, но тем не менее, 1 тонн плюс еще 0,08 с каждого корабля, то есть, типа там за месяц около 1,5 тона спокойно накапает. Поэтому вам будет легко развивать дополнительные функции, да, к примеру, вот такой вот клевер, который вам за 500 тысяч, если вы его купите, да, там можно будет фармить 2 тона в месяц, это тоже довольно-таки прикольный буст. У нас есть итемы и подороже, то есть, к примеру, если мы говорим про тонн, то можно купить вот этот ключ, это максимально 100 тона, и за месяц заработать уже 30 тона. Развитие, да, есть тоже робот, тоже неплохой профит приносит, то есть, опять же-таки, чем больше вы заносите эти тона, тем, соответственно, больше вы заработаете. В стратегии понятно, как с деньгами здесь заходить, да, то есть, чем больше вы заносите, тем, соответственно, больше получаете. Какие-то не финансовые рекомендации, сам я буду, скорее всего, попозже чуть-чуть куплю себе вот этот кораблик за 10 тонов, мне он больше нужен для автофарма и для того, чтобы максимально быстро забустить аккаунт именно по золоту. А стратегией я буду, в принципе, пользоваться следующей. Первое, что буду делать, это по-любому покупать полностью всю материю, то есть, 10 ее буду делать, плюс буду покупать вот эту вот банку, да, с краской, тоже на десятку. Также я буду покупать вот эту вот штуку, мне пока двух рефералов не хватает, но это дело времени. Вот эту вот штуку, она с лимитом, к сожалению, идет в пять, но, тем не менее, она тоже довольно-таки хорошо приносит профита. Также вот этот вот навигатор мы тоже будем делать. Кубки этих всех итомов, то есть, четырех, да, на максимум, у меня будет примерно капать около 30 тысяч золота за один заход. Этих 30 тысяч мы будем считать примерно 15 тысяч будут уходить на то, чтобы пополнять наши навигаторы, которые сломаются, или же там другие итомы, да, потому что у них там срок жизни 30 заходов, 45 заходов. Собственно, собирать на первый итом у нас он стоит сотен, то есть 100 тысяч золота он стоит, то есть он приносит то же самое, что и корабль, то есть он приносит примерно 0,72 тонна за неделю, то есть примерно с кораблем плюс с этой штукой, да, мы сможем спокойно уже фармить полтора тонна в месяц. Если мы пойдем еще дальше, да, то у нас здесь есть, где-то она была за 500, да, за 500, и она довольно-то тоже неплохо выглядит, то есть примерно 2,16 тонна за полляма, но полляма будет очень трудно насобирать, тем не менее 2 тонна можно будет, скажем так, собирать. На самом деле, я думаю, чтобы добивать полляма, это нужно полностью все, все, что приносит золото, да, держать на максимуме. Это займет довольно-таки много времени. Плюс тут еще из-за рефералов непонятно, скорее всего, что этот старт даст будет стоить 5 тонн, то есть примерно плюс-минус, я так считаю. А вот этот вот автобот 2, он, скорее всего, уже, кстати, будет покупаться или за меньше тонов, или же за золото. Смотрим, как это будет выглядеть. Если этот автобот будет покупаться за золото, и там будет он около 20-30 тысяч золота стоить, то я бы себе, конечно, бы его прикупил бы. Давайте подытожим, то есть, в принципе, здесь каких-то максимально огромных сумм вы не заработаете, без вложений с вложением, да, то довольно-таки неплохо это все выглядит, потому что профит не такой большой, как у других проектов, соответственно, этот проект может прожить довольно-таки долго. При том, что всего на данный момент у проекта около 10 тысяч пользователей, да, то есть доляма спокойно может у них комьюнити развиваться, то есть проект может прожить даже около года, а за год довольно-таки много можно будет уже с этого проекта зарабатывать. Но, тем не менее, можно будет развить бесплатный аккаунт примерно на 3 тонна в месяц, плюс-минус это около 20 долларов. Тоже неплохо при, скажем так, притрате в одну минуту времени. С вложениями, конечно, это будет намного все легче делаться, то есть у вас это все будет на автомате работать, и вы, соответственно, где-то за месяц уже сможете выводить с этого проекта. Если вы вложите даже тех же самых 10 тонн, то спокойно можно будет выводить около 30-40 долларов в месяц. Ну и, в принципе, все. Подписывайтесь на телеграмчик, ставьте лайки и до следующего видео.